Главные спонсоры выпуска — подписчики варпмейка на Бусти. Огромное спасибо! Братья и сёстры, сегодня мы собрались, чтобы обсудить крайне животрепещущий вопрос. Наш мир корабль — это обитель храбрых и умелых воинов. Здесь в каждом сердце живёт память о нашей потерянной родине — великой империи Азуриани. Мы верим, что час её возрождения вот-вот настанет, как после холодной зимы всегда приходит нежная весна. Но дикари Монкай, то есть люди, не осознают величественной сути цикла вселенского обновления. Подобно червям они лезут к сиянию истины, однако не в состоянии узреть её, ибо слепы от рождения. Поэтому примитивные твари впадают в буйство и крушат всё, что подвернётся под руку. Они не способны понять, что их так называемая цивилизация всего лишь круги на поверхности безбрежного моря Вселенной. И сегодня, драгоценные братья, мы сделаем ещё один уверенный шаг к истреблению человечества. Знайте, что удобнее всего разрушить империум изнутри. Ведь его обитатели разделены не просто на классы и касты. Есть разные биологические виды Монкаев, и они не очень совместимы между собой. Ключ к истреблению этих выродков спрятан во грехах существ, которых люди называют «космическими десантниками» или «Астартес». Факт номер один. Астартес позволяют себе больше, чем прочие. Родичи, ради нашего блага я, превозмогая отвращения, углубился в так называемые «законы» Монкаев. Ими человеческие паразиты, наводнившие галактику, оправдывают для себя зверства, что творят. Эти за неимением более цензурного слова «нормы» чрезвычайно просты. Настолько, что даже одноклеточный мозг дикаря способен их усвоить. Так вот, центральной опорой племенных понятий людей является нечто под названием ересь. Именно через нее мы нанесем подыхающему зверю империума последний удар милосердия. Хоть эти черви не заслуживают такой доброты. Как мы знаем, все человеческие животные равны, однако некоторые ровнее прочих. Кустодии, инквизиторы и особенно Астартес. Эти касты могут позволить себе намного больше, чем остальные отродья. Чаще всего бесчинства сходят им с рук. Однако временами спираль насилия вырывается из немощной хватки племенных вожаков манкаев, и тогда гнездо людских змей пылает, словно сухой лес. Ересь Хоруса, Бадабская война и другие случаи — все это — кризисы, где модифицированные человеки, неотягощенные разумом и долгом, являли свою кровожадную сущность. Но этим тупым животным нельзя доверить даже такое дело, как геноцид себе подобных. Поэтому мы сами вытащим на свет внутреннюю грязь космодесантников и бросим ее в лицо остальным монкаям. Тогда они уничтожат и Астартес, и себя. А наше будущее наконец озарится лучами нового рассвета. Вряд ли у космодесантников найдется история более позорная, чем восстание Хоруса. Смешно сказать. Одураченные дети, желавшие покорить звезды, передрались между собой, поспорив, бог их вожак или смертный. Конечно, там были и удар демоническим клинком, и недовольство властями, и жажда могущества, и прочие причины. Но давайте оставим ритуальные танцы грязных дикарей им самим. С тех пор их каратели довольно хорошо научились находить вопиющую ересь. Нас гораздо больше интересуют деяния, которые тоже еретичны по своей сути, но до сих пор не вызвали пламя имперского возмездия. Нам нужно раздуть этот костер в пожар гражданской войны. Начнем с малого. Переростки монкаев должны защищать завоевание их полуживого провидца, которого они зовут императором, и приумножать их. Для этого им требуется действовать сообща с прочими силами человечества. Но времена они ведут себя словно кот Джирингс, на хвост которому приземлился шаловливый орликин. К примеру, Механикус, то есть люди, сошедшие с ума на почве примитивных технологий, имеют право на получение этих самых технологий, если их обнаружил кто-либо еще из людей. Однако легионеры кровавых ангелов... Кстати, вы знаете, что такое легион Астартес? Это старинное по меркам людей понятие. Из тех недавних времен, когда космодесантникам можно было объединяться в огромные стаи. Так вот, кровавые ангелы, которые сами по себе те еще еретики, просто не отдали Механикус чертежи особого танка хищник. Да-да, юный Лориэль. А, ммм, понимаю, понимаю. А хищник это такое жалкое подобие боевой машины, танка. Только подумайте, эта так называемая машина ездит, скорее ползает по земле. Мы еще миллионы лет назад отказались от такого примитивного способа передвижения, как колеса или гусеницы. Ах, только не спрашивай меня, зачем техножрецам понадобился неспособный к простейшей левитации транспорт. Это сущее убожество. Я же говорю, они все нездоровы умом. Факт номер три. У Астартес есть собственные интересы. Такими случаями выпиющего нарушения законов можно наполнить бездонную пропасть. Орден Кровавых Воронов присваивает себе все, что плохо лежит, и что хорошо лежит тоже. Без пяти минут ренегаты из железных рук однажды похитили живого дредноута госпитальеров, чтобы вырвать из него полумертвого воина, вставив на его место своего героя. Да-да, юный Лориэль. А, дредноута. Это такую потешную угловатую коробку с ногами, внутри которой сидит и едва дышит кусок манкая. Видимо, это такая попытка освоить некромантические технологии наших древних врагов — некронов. Но пока некроны смогли перенести эссенцию личности, пусть и без души как таковой, в полностью железное тело и таким образом придать ему подобие жизни, эти варвары просто подключают смертельно раненых воинов к громоздким шагающим саркофагам. И этот воин обречен плавать в своих собственных отходах, пока наконец кто-нибудь не сразит его в бою. Омерзительно. Печально известные испевающие души построили на погоне за пропавшим артефактом, так сказать, всю свою идентичность. Они настолько забылись в вожделении, что учинили механикус. Но у подлых космодесантников есть мысли гораздо художе, чем трогать почеканкаев по темным углам. Знаете ли вы, чего они хотят больше всего? Слово собраться с нами, чтобы тысячи крепких тел, закованных в несовершенные спеи, терлись друг от друга в горячке боя. Потому что эти буйно помешанные догадались заеровать с верной великого океана. Нет, я не шучу. Они добровольно впускают мерзость в себя. Но даже эта восхитительная связь не самое дно ереси манкаев. Потому что на дне их поджидают. Внимание! Связь прервана! Обнаружены варп-помехи! Автоматическая настройка! Неудачно! Для того, чтобы продолжить просмотр, пожалуйста, перейдите на пусть варп-маяка по ссылке на экране и в описании видео. Император хранит! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok